Будет у нас кастоваться Слэм Данк, здесь сверху еще и Урса, Урса с Рубиком, ну, неплохая синергия на линии, то есть есть Телекинез, там Фьюрис Фай, пошел у нас Урсевич настреливать под Вар Пауэром, ну, на самом деле, ну, неплохо, ну, неплохо это работает, как бы герой под Урсу, так сказать, комбинируется. Ну, и, в принципе, последний бан это ОД и Оракл, ну, все, Оракл, 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 ну, под сейф, в принципе, неплохо, ну, да, почему бы нет, на самом деле, бан неплохой, тут FTD, как для Сидок, герой был бы весьма и весьма отличный. Ну, что, последние, последние пики, замыкающий пик у нас за командой FTD, кстати, бонусами потратили они совсем чуть-чуть, целую секунду, так что обдумать последний пик можно будет солидно. Напомню, что это последняя B102 серия для команды FTD, на данный момент статистика у команды такова, что они имеют 0 побед, 3 ничьих и 5 поражений, то есть максимум, что могут они сделать, это взять 4 ничьих, но в любом случае они останутся на последнем месте, так как при ничьей они получат 1 поинт и у них сейчас 3, то есть станет 4, в то время как команда, которая занимает 9-ю срочку, имеет 5, так что в любом случае FTD Клаб Сидокл, это команда, которая занимает 10-ю строчку в рамках 2-го сезона DPL, в рамках дивизиона Тон. Ну и Баунти Хандер, Баунти Хандер для Сидокл. На самом-то деле вот FTD как бы уже ничего как бы не теряют, они в любом случае последние, так что в этом матче можно себе позволить все. Хотя знаете, был-был матч в Китае, эх, я вспоминаю меня штипает. Матч, который ничего не решал, абсолютно ничего, он продлился 68 минут. Там было куплено 3 медаса и команда, которая решила пофаниться, в итоге дефала базу с 25 по 65 минуту с этими медасами. И команда E-Home X, которая прошла через OpenQual, пыталась зайти со своим Пуджом. Как же там было все страшно. Это просто ужас. Это просто кошмар. Это худшее, что могло со мной случиться. Матч, который ничего не значит, который длится просто 70 минут. И там просто оборона базы с медасами на хайграунде. И просто... Просто не могут зайти, при том, что там и преимущество было, все было. Но настолько плохо играли E-Home X на этих квалах. Они закончили квалы в итоге с 9 поражениями. И, кстати, эта команда E-Home X, которая сыграла 0-9, обыграла команду F-LATIC 2-0. Пара-пара-пам. Фью. Фью. Бывает. Бывает, что. 30 секунд до начала сражения. Ну что? Варды поставлены. Заблочил спаун. Даже двумя вардами. Как-то он прям только хейтит от спауна. Не знаю, будет ли в этом профит. В таком прям блоке этого спауна. Ну да ладно. Такой вот вард у нас поставили. В те временем. FTD. Тут прям вот вард-вард поставили. У нас раньше был поставлен вард. Дайровский. Так что есть информация, что там имеется вижен. Ну и руна. Для легионки. Руна для лайфстилера. Неплохо. Дверный для команды FTD. Клапси. Кстати, тут в центре уже сентября стоит. Так что отбыхать немножко себя обезопасили. Ну, кстати, по поводу центрей. Маловато будет. Нужно больше. Сентрей против баунти-хантера. А то... А то могут быть проблемы. Ну что по линиям получается у нас. Darkseer плюс зиме. Кстати, отличная линия в итоге. Потому что толстый герой плюс Darkseer работает классно. Это вот, допустим, Darkseer плюс Бара. Darkseer плюс Сталкер. В общем, норм. Неплохо. Но вот сейчас из-за того, что тут два милищника стоит против Урсы, то могут быть проблемы. Потому что Урса там нас такает. И подходить будет страшно. Но вот с уровнем Darkseer, конечно, там будет выжигать солидно. БХ в своем инвизе подойти будет сложно. А так можно еще подставиться по центре удасты. Да, и Рубику тоже тут особо не понаглеть. Все-таки вот эти... Эту табло от зоны тяжело будет. Они весьма толстые. Там шесть у нас армора у Darkseer. Стоун шилдом еще сверху он. Да, и Регенчик, в принципе, имеется. Да, и Земель тоже там имеет трешку. Что, в принципе, тоже немало, как по армору. А минус армора на этой линии не имеется. Так, Септембр. Выходит на охоту. Хочет побить Курьера. Хочет побить Дракончика. Ну, кстати, у нас Топорик себе привозит Легион. Но как в центр. Есть проблемы у меня с Ласхитом. Все-таки играет против Нокера Квекс. Ну, на данный момент Векс Экзортового. Понятно дело, для Лакрити. Но он будет, у нас, понятное дело, качаться через Кваса Векс. Но все-таки вот есть тут еще плюс у нас. Такой ОФТД. В том, что у нас на полном фрифарме находится Джек. Так как Акс сразу шел фармить леса. Понятно дело, с Талоном. Иначе быть не может. Да, именно так. Ну, неплохо. Неплохо. Понятно дело, вернется Акс на линию с получением четвертого левела. Редко есть такие случаи, когда Акс уходит в леса. Такой Хардовый Акс. И сидит там в лесах вплоть до шестого, или до покупки Линга, либо Вангуарда. Он получает четвертый и возвращается на линию. И там уже на третьей минуте, там 3.20, он уже имеет четвертый и просто начинает там убивать. Так, пошли Каски по шейду. Маледикшин на нем уже был повешен. Есть Фейрифайр, Мансы, Шманцы работает. Торнадо разворотен, но, увы, ФБ для Вич Доктора. Мало бы копаться разбить у нас ВД, но не получится этого сделать. Кстати, очень битый ЮАш остался. Но оба живы. Ну, знаете, неплохой старт. Неплохой старт. Погибает Мидер. Стоит на полном фрифарме Лайфстилер. Две баунтируны достались для команды FT Клапси. Очень-очень неплохо. Ну, да, кстати, напомню. Напомню, что и для команды... Для команды... Сидок. Этот матч тоже последний. Девятый. Статистика у команды 1, 5, 2. То есть одна победа, 5 ничьих, 2 поражения. И при победе они сравняют свой счет с командой Винкс. И будет у них 9. Так что, в принципе... В принципе, это, конечно, занять топ-3 бы сложно с 9-ю-то. Ну, на данном момент как бы Винкс имея 9, занимает топ-3, но там вот, допустим, у нас LGD сыграли пока только 7 матчей, то есть еще 2 осталось. И в теории это плюс 4 поинта, то есть 8 плюс 4 это 12. Там... LFY сыграли у нас 8, то есть еще при победе тоже смогут они выйти на тот же счет, что и у Винкс. И, возможно, еще у Сидок. Ну, в общем... Даже при победе топ-3 они не занимают, скорее всего, но все равно. По крайней мере, они останутся там во второй пятерке. Ну, вот, кстати, по поводу распределения призовых информации, увы. Увы, такой нет. Ну, призовой 800 тысяч написано. По поводу призовых не анонсировано. Лишь пока стоят у нас там прочерки. Ну, ладно. Я думаю, скоро время не узнаем. Тем временем у нас там убивают земелью, инвокер очень битый, все-таки остается жив и уходит на базу. Он есть у него сарван, но он решил все-таки сходить на базу и отрегенится. Что, в принципе, верное решение. Кстати, у нас инвокер начал себе векса уже в 2. Интересно рассказать, что у него ну, такой векса-экзотовый инвокер. Класс пока в единицу. Урса делает тем временем килл у нас на Дарксире. Ну, в принципе, этот Дарксир ему там неприятненько. Урса настакала и убила. Ну и 2-1. 2-1, скилл ситок у нас по крайней мере фраги начали делать. Так, поймали и убили. Окей. Снова у нас сервак не щадит, начинает подлагивать. Обидненько, обидненько. Ну-ка, давайте просто проверим ради интереса. Задержка 500, потери 17. Ну, не так много потери, на самом деле. 20 потери. Ну, ладно. Сейчас проверим вот именно в момент какого-то файта, в момент паралагов жестких, что там у нас будет происходить. В плане потери кадров и так далее. Так, там пошло нападение у нас. Дуэлька первая имеется. На флайбе, ну, тяжело. Это урса все-таки. Ее так нельзя. Но это фраг. На самом деле, это фраг неплохо. Но же они не победа в дуэли. Юашу больно от Септембра и Юаш погибает. А фэрифайр есть. Не учили? Нет, не учили. Упустил добычу и погиб. Хотя, на самом деле, добычу он тут так-то не упустил. Он убил легионку. В смысле, это последняя игра нормальная для ситок. Это последняя игра для ситок вообще. То есть, все. Девятое. 9 матчей, это максимум. То есть, всего 10 команд и как бы каждый играет с каждой. То есть, каждая команда играет по 9 матчей Best of 2. Это последняя игра для ситок. Винкс отыграли уже все 9 матчей. У Винкс статистика 2-5-2. 2 поражения, 2 победы и 5 ничьих. Телекинес пошел по Юашу. Юашу неприятно. Юаша разминает. Юаш. Есть, в принципе, его пресс-фатак и он уходит. Но это регион, когда ее тоже так просто не взять. Как бы Телекинес, фейтболт и просто закинуть туда метеорит, это мало. Был бы там Sunstrike под этот комбинат, то да, так бы убили. Но без солнечного удара тут не справиться. И не справились. Ну что, 3-4. У нас снова очень хорошо фармит керри команды FTD. Он переформил своего оппонента по фарму уже в 2 раза. Даже больше в 2 раза. 68 на 29. Ну, дальше у нас Аксиньич, который в лесу поформил весьма неплохо. Инвокера в центре все ну, наравне, в принципе, с легионкой. Но легионка не погибала. А, нет, погибала она все-таки. И есть одна смерть у нас у инвокера. Ну и Дарксивер. Дарксивер имеет 24 крипа, при том, что Акс там тоже его в 2 раза переформил. Так что все-таки у Сидок ситуация ну, более-менее равна. За исключением того, что там Джек отожрался. Ну и, в принципе, Джек отожрался весьма солидно. У него 4-300 нетворса. При том, что ближайший к нему имеет 2 900. И Лавсивер может быть проблемкой. Но благо, против него там есть Аксевич. Будет его фиксировать. Так, врыв на Флайве. Флайве под инрейджем. Сложно взять. На развороте начинает настреливать. Флайве нужно уходить. В принципе, этим он и занимается. Ну, а тем временем Армлет готов у нас уже у Лайфстиля. Кстати, вот в плане инфес-бомбы есть тут вариации, конечно. То есть у нас будет теория Регионка с блинком, Дарксив с блинком, Земелья с блинком, плюс Земелья на Роллинг Болдере. Так что возможностей для врыва хватает. Ну что, решили подпушить Тавр? Пока Лежип-Х здесь находится, который себя пытается сейчас экспы вывести. У него уже почти 5, а там серия убийств погибает у нас Урсевич. Так вот согнал прям. Ничего себе. Укрепили свои сооружения. Как-то я даже этого и не заметил. И вот Тавр пал. Тавр для Легионки. Ну не знаю, на самом деле как бы пинг 400 это для Китая норм. С таким пингом обычно делают таких жестких потерь. А все-таки потери начинают у нас потихоньку увеличиться, уменьшаться и из этого происходит эти вот пролаги. Увы. Увы, пофиксить это невозможно. Эх. Жаль, конечно. Жаль. Ну, надеюсь, у нас либо следующая серия будет без лаков, либо я сегодня работаю не все 8 матчей, вернее, все 8 карт, а лишь первые 4. А это у нас уже вторая, так что у меня осталось ну, это серия до конца и еще следующая серия, а дальше уже сменит сменит даже меня пара комментаторов и насколько я помню, сегодня у нас Мила и Джем будут дальше на ДПЛе. Ну, то есть не дальше, а вот там через 2 часа, там через 2,5 часа. Надеюсь, у того, кто будет запускать стрим, лагов будет меньше, чтобы вы уже посмотрели доту, так сказать, в нормальном режиме просмотра. Так, Аксеевич заформил стаки, неплохо, не успевает сюда добраться, но акт очень битая, хотя это не все, это Дезвард у нас, тем временем, Рубик, Телекинед Спа шел, Рубика подцепили, Демонс тут точно погибает, дуэль сверху, это победа в дуэли. Так, астаки, осталось 3 больших крипа, но в самом деле, ну, даже так, неплохо заформить сейчас для FTD, да, Акс там выбьется очень много, тут не поспоришь, но хоть что-то убить, было бы неплохо, но тут у нас находится Баунти Хантер, и в итоге отзонил отсюда этих товарищей, которые в итоге заформили всего одного крипа, так что ничего не потеряли, да, потеряли Рубика, но это такое, то есть, учитывая то, что там стаки все были выформлены, всего один большой крип был украден командой FTD, так что момент все-таки в плюс будет для Сидок, но правда там она только падает, и Лавстилер не начинает, а продолжает наращивать свои преимущества, у него уже 6500, в отличие от Урсы, которая 3300, то есть двукратная, вот прям двукратная, тютелька в тютельку, там плюс-минус погрешность небольшая, ну и что, он смог вылазка, инфест в земель заряжаться, или все-таки без инфеста решил выйти, без инфеста, на Акса, Акс заезжал у нас, заюзал у нас Battle Hunger, так что в итоге он был под ускорением, но его подцепили, в дисмайд эдишн есть в принципе Акар, от Акса с нас разлетает на спа Фридому, Фридому неприятно, Фридому больно, Кюринг Блейд пошел, но, увы, не в кастовый, на итоге Акс жив, а инфест нужно было раньше подъезжать, но все-таки он был заюзан, Акс погибает, хотя вроде бы он что далеко, возможно, как-то анимация у нас была запоздала и за задержек, кстати, по поводу задержек, 21, ну, такое, как бы невелика, но все равно, смотрибельность, конечно, слабая на данный момент, ну, что, в итоге у нас смок пылеска была неудачной, все-таки стоило, наверное, начинать вылазку с инфеста, чтобы писать этот начальный урон, а в итоге били Акса, Акс пыл за Акс, у нас трек сверху, еще и треки, в общем, все хорошо получилось, на самом-то деле для Сидек, даже с учетом потери Акса, убили топовый нетвор, заработали солидную сумму, да и трек килл там уже был по всему инфеструю, потому что трек точно висел, оказывает того, что Бхаза взял треки, но он заработал на 600 голды, это явно было с треком, и Рубик 666, просто демон, демон на Рубике, кстати, демон на Рубике, совпадение? Не думаю, демон играет на Рубике и получает 666 голды, вов, круто, на самом деле, как бы вообще, неважно, но да ладно, такая интересная, магия чисел получилась, ну, все, это сама Рубика, уже есть Аркана, так, нападение пошло, инвестенбайн, контриться, и все же контриться, ай, немного не доехал, не доехал, но бывает, так, на 13-е у нас инвокер, шейда подцепили, шейда пытается пробить, но шейд, на развороте 2 остается, шейд, каски пошли неплохо, ну и дуэль кастована, ну а у следующего двор стоит, на самом деле, отличный пайд для FTD, да, это минус 2, да, это победа в дуэли, это минус 2 кора, минус керри и мидер, по спиле демонса, демон сгорает на работе от урны, и это минус 3, минус 3, отличная игра от FTD, 10 фрагов они уже сделали, в этом матче мы, по крайней мере, точно знаем, кто сделал первые 10 фрагов, 2000 голды, для FTD, ой, 2000 голды, преимущество, 2000 голды за FTD, по XP у нас, сейчас тоже начнут ввести FTD, пойду ли я спать после этого матча, да, ну не после этого матча, после этой серии, для следующей серии, после сегодняшнего эфира, вот так точнее, сегодня я лег в 5, а проснулся в 7, в 2 часа я поспал, и вчера, ну вот после эфира я там, часа 2-2 с половиной тоже, вздремнул как-то, не знаю, марафоны меня сбивают, с ритма, с режима, так, сегодня кетч пошел, теперь погибает Азаксевич, пока размен 1-2-1, подступил в септемер, септемер в опасности, септемер в таверну, это еще 2 фрага, для команды FTD, ну и размен сегодняшнего, одного суппорта, хотят 3-кил, хотят 3-кил, так, ну что, на Рошана, или, или нет, или да, или нет, сидите сюда, но с Рошаном тут не так и просто, а тут есть ЗДшка, она нормально, ЗДшка справится, а, дезолятор еще для Джека подлетел, ну тогда халява, тогда изи рошек, кстати, что по артефактам, у нас там уже есть мека, у Дарксира есть дезолятор у нас, у Лайфстилера есть, блингдагер у нас, у Юаша, это то есть, меня не может не рад, потому что, потому что, легионки, которые приобитали себе в Китае, армлеты были без венка, меня как-то расстраивали, я грустил, так, дуэль кастов на Септембра, отлично, отлично, 13 фрак, сколько урона уже, там должно быть порядочком, да, 30 урона, норм, 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 ну неплохо, АИС для Джека, ну что, на самом-то деле, все тавараты один линии, у нас уже спушили, команда FTD, так что пора выезжать за Т2, сами они не потеряли ни одного тавара, так что, все хорошо, но, есть в этом минус, потому что, слишком велик такой, золотовалютный запас, команды Сидрак на карте, при, каком-то удачном файте по трекам, плюс тавараты один линии, и можно будет вернуться там по графикам, с десятки вообще, буквально там за, полтора момента, кстати, у нас, ну не знаю, так мне это не нравится, то есть, Флайбер решил, что, да ладно, они, пускай они врываются, я врываться не собираюсь, покупаю в итоге себе дефуза, без блиндагера, играет, и кстати, у нас снова урса, которая не грейдит себе, ни во что, морпит маску, ну что, там тавар упал, Т2 на нижней линии, сразу в мид смещаются у нас, команда, ФТ, Клапси, рейдж, ворует рубик, дефуза готовы урсы, ну окей, ну допустим, дефуза, но пока, как бы, они и, не особо-то необходимы, потому что, как бы, пуржить нечего, этими дефузами, дефуза, чтобы просто остановить, ну, ну, такой, а, отличный врыв, но это минус аегис, это минус аегис точно, и это похоже на минус с Дарксир, хотя мега имеется, мега прожимается, и нормально, пока жив, только как основан у нас на инвокера, инвокер, тавернов, победа в дуэли, это уже 40 урона, даже 44 урона, потому что уже есть 11 у нас у Юаша, в итоге минус агс, минус инвокер, очень круто, флайби подцепили, флайби, пвп, а на самом-то деле, куда ты, родной, на урсу так прорываешься, ну, ладно, выиграл время, урсу убьют, да, убили легионку, но благо, это была не дуэль, вкастована на урсу, и, как бы, ну, умер, не страшно, зато даблкил для Джека, это минус 4 в размен, хотя в размен на самом деле на троих, учитывая то, что еще Егис был выбит, так что, ну, не самый удачный файт, учитывая то, что там были трек киллы, так что, тут даже, заработали, где-то голды у нас, по итогу, хотя тут Тим Вайб, в исполнении команды, F2, зачем туда вышел, БХ, зачем он подставился, учитывая то, что, как бы, просто наступил на вард, и погиб, ну, ладно, Тим Вайб, хорошо, хорошо, Тим Вайб, 10 тысяч на Творца у нас, в итоге, у Лайфстилера, 3000 голды, даже 300 уже почти есть, и, Драгонс, Эрлионс, ай, не будет, Драгонс Эрлионс, решил у нас сразу, развалить свой самолет, Шэлл Блейд, готов у нас, у Легионки, а вот это мне не особо нравится, лучше бы это был Блэйд Мэйл, но тут слишком полезен Блэйд Мэйл, слишком много урона можно вернуть, ну, ладно, возможно, он появится, возможно, что Легчер как-то зарешает, какие-то моменты будут, хорошие вылазки и так далее, и вообще захочет купить себе, допустим, Сина Рейдж, отрубать урсе, Фьюрис Файпы, без Фьюрис Файпа у нас Мишка, в разы слабее становится, так, а тут у нас Дарк Сира по Ц5 Ли, он на Сирже в ЦС уйти, вакуум пошел, Сирка пошла, минус 2, добытки для Флайбела, Сирже здесь стоит у нас Дезвард, Флайбе, ой, как же там больно, Джек, просто уничтожает, еще и каски уничтожают, здесь бедняжек из команды Сидек, Аксу ходит с телепорта, ну, ну, сделали минус 2, ну, потеряли Урсу, неприятно, а убили так-то, ну, не самых важных героев, потому что Дарк Сирер у нас, это, как бы, Хард Лейдер, который имеет Нетворс, там, ну, такой, среднячок, и Суппорт Земеля, который имеет самый низкий Нетворс в команде, ну, как бы, он неплох, Нетворс, там, 4-100, но в любом случае, а на самом деле, то погибает у нас еще и Вич Доктор, нахрыло его инвокером, и, кстати, нахрыло его по трекам, так что, вот еще один минус по трекам, ну, неплохо, пока у нас Сидок, вот, в плане, макро, ну, чувствуется превосходство, небольшое, но все же, но все же есть, но все равно, ошибок слишком логом, они слишком отпустили Лайстилера, вот у него уже Кераса будет куплена, уже хватает ему на Блэйдмейл, на Чеймейл, так, он пошел врыв, но тут, кстати, погиб он, на Федунькал, 520 голды, а Легионка просто в Саленово врывается на троих, окей, минус Джун, этого она убьет, а, она с ДДшкой, она с ДДшкой этого я не заметил, но вот дальше, ай, дуэль, дуэль, инвиз, конечно же, инвиз не спасает, и он погибает, все-таки был трек, и все-таки, что Дублейд не помог, ну, победа в дуэли окей, но все-таки за Фед этот уже был, вот сейчас, весьма опасный, потому что, погибает четвертый герой, это все по трекаме, и Камыч подъехал, Камыч подъехал, сейчас мы увидим, Файт Рикап, и поймем, что 3, даже 4 тысячи голды, было сейчас отыграно, по графикам, командой Сидек, и по Экспе, 4 сотни, фактически, было отыграно, а смотрим графики, и понимаем, что преимущество было за FTD, уже почти 7500, а теперь, все ушло в нуля, по голде, по Экспе, ситуация такая же, все ушло в нуля, но это опасно, опасно, так вот подфиживать, против Баунти Хантера, да и там такой хороший, все таки есть, камбэк механизм, в виде Аксевича, который, при удачном агре, раткастить от инвокера, там в реверсы, в общем, хорошо все получается, у Сидек, в этом исполнении, но все таки тут, стоит, учесть то, что FTD, слишком много ошибаются, в плане макро игры, вот у нас, как бы, очередная игра, где сделано, уже 37 фрагов, за 22 минуты, весьма, большая, большая цифра, на самом-то деле, ну не знаю, на самом-то деле, смотрите, у нас, как бы, Сидек, FTD играет, весьма неплохо, то есть, очередной матч, то есть, они играют против команды, которая, ну, объективно, сильнее, но они играют там, ну, делают фраги, и, то есть, тут, как понять, это как бы, Сидек играет, то есть, FTD играет неплохо, но допускает ошибки, вот так вот подфиживает, или все же, это оппонент, играют, вот, но все же, он там, какие-то моменты собирается, и наказывает за ошибку FTD, то есть, они так вот, комбетчатся, что ли, то есть, непонятно, какой же у нас тут все-таки исход, но, знаете, слишком уж часто у нас такое происходит, то есть, и вчера против IG Vitality, там, была серия, где Сидек давали бой против LFY, в двух картах они давали бой, вот сейчас в первой карте против Сидек у нас, FTD, ну, сражались достойно, там ошибок было много, но все равно, там, моменты были, там, где они даже и вели, отчасти, да и сейчас, как бы, они вот на протяжении, там, 23 минут вели, сейчас, конечно, все ушло в нуля, они скажут, что у нас, как бы, перехватили преимущество, там, инициативу Сидек, в любом случае, у нас тут давление продолжается от команды FTD, но, в любом случае, как бы, они вели этого не отнять, то есть, в чем проблема? Проблема в том, чтобы сохранять свои преимущества, и просто, нарастить преимущество и задавить, или все же что-то иное, фланг капкан, засада, шпион такой сидит, партизан под елкой, да, и в итоге, никто на свидание не пришел, здесь к ластеру, так, врыв, пошел, ну, неплохо, есть форстаф, UH, все еще, готов к бою, готов сражаться, отлично, магнитаз пошел, Джун очень больно, Джун погибает, ну, больше кадров, пожалуйста, больше кадров, минус урса, победа в легионке, в легионке, у легионки в дуэли, очередная уже, 86 урона, очень солидная сумма, так, урона, как для 26-ой минуты, и на самом-то деле, отлично рассказ, это Нокера, шейда очень больно, шейда пока не летает у нас Юли, легионка сражается, прям под вышкой, Shadow Blade у меня пока в кулдау, не пошел Торнадо, и UH погибает, все-таки под Фижина, снова под Фижина командой, FTD, это, даблки для Демонса, даблки для Рубика, который, кстати, скоро будет с блинком, не дурно, не дурно, у нас снова, очень-очень жесткий Рубик получается, ну, и вот в итоге, трекилы, трекилы, решали все проблемы, было три трека повешено, не уверен я, что все три трека были, сейчас сделаны, как раз, все-таки эти лаги, и, слишком уж отвлекает, это, от полной картины, так сказать, но в любом случае, сработает тут солидный у нас Сидок, и теперь он начинает наращивать преимущество в свою сторону, кстати, БКБ, решил купить себе у нас здесь, товарищные легионки, это UH, да, именно он, но тут Кираса, готова у нас у Лайфстилера, но, правда, Лайфстилера уже переформил инвокер, все-таки Медас и трекилы, да и удачные файты при графиках, таких вот, с внушительным отставанием, ты это себе знать, камбэк-маконист работает исправно, ну, что, скан Рошана, но, до Рошана, пока не добрались у нас, ФТ Геклапси, так, ну что, БХ пошел, давать информацию, он там, где Сентриан, он на нее наступает, варты поставлены, и, Рошана стояние, Рошана стояние, так, Санстрайк пошел, но не точный, не точный, Ульса уже нарычал, готова была врываться, но, как бы, врываться без БКБ сложновато будет, и в итоге все, постояли около Рошана, решили разойтись, на самом-то деле, стоит бы Сидок, вот, перед Рошаном, если они туда хотят заходить, то, стоит забрать Тава, Т2, вот, Т1, на нижней линии, обожаю слайд-шоу, я тоже люблю презентации, красиво, на самом-то деле, там есть, знаете, новый мод, когда ищешь матч, то есть, можешь там выбрать Heroic Mod, то есть, она такая, играет, как бы, в стилистике героев, такая пошаговая стратегия, я, наверное, когда лобби стартовали, они ошиблись, с лобби, и создали вот такой вот лобби, так, врыв под БКБшкой, Иваш, вообще, норм, отлично, товарищ, то есть, ворота на Урсу, еще и дуэль фиданул ей, 14 урона, так, стенка стяжка поставлена, Акс Таверни, Дэфэллаз пошел, погибает, там сверху еще и Дарксир, минус Вич Доктор, и минус Джек здесь будет точно, хотя он пока сражается, как Лев, как Царджи, и просто один против всех, и побеждает Урсу, но не побеждает здесь Рубика, который делает краски фраг на Лассире, ну ладно, на самом деле, тут еще и тиммейты были Рубика рядом, ну и в итоге, два кора в Таверне у Сидок, но, четыре героя в Таверне у FTD, лишь один, земель ожив, который все-таки, суппорт команды, и весь мой голды, трек киллы, были сделаны, ааа, зачем, зачем, легионкой, без Блэйд Мэйла, врываться на Урсу, даже с учетом, что ты был под БКБшкой, не знаю, ну в разу бы ты, ладно бы тогда на инвокера, с БКБшкой, там шансы были больше, в разу и больше убить, инвокера, чем Урсу, ну ладно, решил сыграть так, не иначе, и в итоге, это была ошибка от Юаша, ладно бы, так фиданул только, так еще и урон для Урсы, хотя, на самом деле, Урса не особо нуждается в уроне, раскисила Урсы, в Юрисвайпе, но, в любом случае, 14 урона для Урсы приятно, халявные, там допустим, джевелинг себе, сейчас я купил Урсевич, ну не джевелинг, на самом деле, там еще пассивка, все-таки, ну вот, почти бросвор, то есть там, допустим, минус 200 голды, там 1000 голды, то есть подарил сейчас у нас легионка Урсе, ну там, в плане урона, понятное дело, не в плане денег, а в плане урона, 1000 голды, как бы халявная, то есть 14 урона, примерно там, стоит около 1000, вставил минимум одну карту от FTD, ну кто знает, кто знает, преимущество, на самом деле, пока невелико у нас, за Сидек, 7500 голды, 7500 экспы, ну напомню, напомню еще раз, команды, насыграют последние матчи, так, подождите, у нас пошел замес, по всему видео, спасал рассвет ковры, на маунте катор, ну ладно, это хорошая цель, это хорошая цель, хорошо, что не Урса, спасибо, что не Урса, ай, дуэль не выиграна, отличный торнадо, ты на Уокер, рассказ пошел по Фридому, ой-ой-ой, неприятно, ну пока минус, но это не дуэль, это не дуэль, это не сотня урона для Легионки, ну и в итоге, страшно нужно уходить, Вдк стоит телепорт, уходит, да, о чем это я, а, последний матч, он сыграет команды, у нас, в любом случае, последнее, десятое место за командой FTD, при любом исходе в этом матче, а вот Сиддек, при победе, выйдут на тот же счет, и что команда Винкс, то есть будет у них 9 поинтов, за счетом 2, 5, 2, 5, 2, так, все, Рошан, очень битый, очень битый, падает, а если урсы, врыв пошел на Джека, но Джек, с Урсой так поевать не может, хотя Каски пытает сражаться, залезть Каски в Форжета, в итоге у нас, пока мисс Дарксир, Форжет ворованный, украл Форжета, в итоге у Инвокера, отстань, отставь моего Форжета, говорит Инвокер, и Джека эти подловили, айсвол пошел, на самом-то деле, Джек тут не пережить, это минус на Лайфстиллере, нельзя подходить к моим землям, так близко, нельзя подходить к моим землям, так близко, говорит у нас Урсевич, да, зафиживают, зафиживают у нас ФТ дезнатно, ну, на самом-то деле, можно даже сказать, что Каска была уже такая победная, потому что, ну блин, когда у Легионки, там, 70 урона, на 20 минуте, это уже, как бы, очень опасно, ошибки, поймали, наказали, еще и по трекам, это все сверху, и все, как бы, теперь у нас ФТ дези, отстающих, находятся в этом матче, и нужно камбэкаться, все-таки, в плане камбэка, посложнее будет, нет такого героя, Акс, который может там ворваться, это круто, нет всяких рпшек, есть, конечно, комбинации, неплохие, но, пока позиционка хорошая, у Сидок, и так просто их не наказать, что Лассидер будет через 5, 3, 2, 1, но Барак падает, врыва Акса, спушили и ушли, правда, по КБ, прошу, Акс, Аксевич, Аксевич, тут никак не сбить, не убить, хотя нет, есть дуэлька, есть дуэлька, да, про это совсем я забыл, и на самом-то деле, вот, минус Акс, плюс победа, в дуэли, но минус сторона, ну, была ситуация у нас идентичная, просто на матче, тоже была потеря стороны у команды, FTD, но они после этого сражались еще довольно-таки долго, потому что, понятное дело, это еще не конец, Соло Крест, тебе почти там аэрокликом покупает Септембр, ну, выбор неплохой, вот по целу от дуэли будет, то есть, миссы, которые пока контрить нечем, команде FTD, самому тоже укрепиться неплохо, все-таки дуэлька у нас и в самого, в самого БХ залетает, иногда, линкал, кстати, у нас есть у инвокера, так что вот, от дуэли тут уже есть такое неплохое средство, которое обезопасит цель, так сказать, так сказать, FTD слили игру, чтобы дать шанс Сидекам, на что шанс? В любом случае, не займут топ-3, ну, в лиге, 9 поинтов это мало, учитывая то, что у нас топ-1 имеет сейчас 11 поинтов, это команда IG, которая сыграла пока лишь 7 матчей, то есть, еще 2 матча IG сыграют, и, кстати, IG у нас идут без поражения, еще ни разу они не проиграли серию 2-0, были 3 ничьих, и 4 победы, на самом деле, пока самая успешная команда в рамках ДПЛ, первые компании сразу весьма достойно, Фридом подцепили, Фридом в таверну, ЮАша подцепили, ЮАш минус, и, кстати, без байбека находится у нас здесь, в таверне земель, но погибает у нас Саксевич, так продолжается, Джека подцепили, на Телекинес, на Айс Воле, пошел Юлс вверху, Джека убивают, Джек без байбека, байбек от легионки, но, увы, два героя команды, все от таверни, а у нас все еще есть Айеги Сурсы, и уходить она никуда не собирается, напомню, центр уже упал, сейчас упадет нижняя линия, на топе стоит у нас Т2, так что, прям, уже как грипповой сейчас не выйти, но в любом случае, спушь вторую сторону, конечно же получится, потому что, вот, без лайфсфидера, без земели, даже, учитывая то, что Акс Таверни, выиграть не крайне сложно, хотя легионка врывается на флайбе, вроде бы неплохо, Акс Таверни должен быть повешен, есть, кстати, там еще и Айегис, в итоге, это еще и поражение в дуэли, ну, ну, на Урсу, дуэль, без Блэйдмейла, ну, зачем, Тим Вайб, в исполнении команды Сидек, это победа, для, данного коллектива, ну, ладно, хотя бы спасибо, что 35, а не 60, а то могли бы нас мучить, этим матчем, ну, как я говорил ранее, у нас, это турнир, под названием Дота 2, Professional League, играют сильнейшие, 9 команд Китая, и команда FTD Club C, 2-0, в итоге у нас FTD остаются на дне, вернее, в сегодняшнем дне, ну, в смысле, день, они остаются на последнем месте, это был последний матч на сегодня, у нас FTD, у нас FTD,